Главный тренер «Торпеда-2» Николай Николаевич Квардаев. Николай Николаевич, Ваш комментарий по сегодняшнему матчу? Ну, интересный матч, наверное, был с точки зрения противостояния. По качеству, наверное, хотелось бы лучше. Команды обе старались, ну и, наверное, Родина была сегодня штрафной поудачнее в этой игре. Вот. А так, к ребятам я здесь не могу каких-то претензий особо предъявить, еще раз говорю. Потому что хотели. Но не хватило всего понемножку. Мастерства где-то, везения, каких-то навыков, наверное. Но в целом, вот этого чуть-чуть сегодня не хватило. В сравнении с матчем в первом круге лучше или хуже сыграла Ваша команда? Я думаю, что примерно так же. Примерно так же. Вот. Может быть, ошибок таких было меньше, грубых каких-то. Но в целом, я думаю, что мы так примерно с Родиной где-то на одном уровне и по подбору, наверное, где-то. Просто у нас там, может быть, больше таких рослых игроков. У них, может быть, больше таких шустрых. А в целом примерно плюс-минус. Две замены в перерыве связаны с чем? Ну, хотелось усилить игру. Саша Хребтов, наш нападающий. Ему было немножко тяжеловато с такими шустрыми защитниками. Плюс он без замены где-то сыграл уже несколько игр. Я думаю, что немножко так притупилось чувство такое игровое. Вот. Артем Токарев тоже у нас мальчишка шестого года. Ему пока тяжеловато играть все игры подряд. Вот. Поэтому тоже сделали, пытались освежить центр поля. Ну, конечно, ощущалось. Всегда ощущается, когда у тебя основного игрока выдергивает из состава. Конечно, это потеря. Вот. Но мы, на самом деле, очень довольны, что он сегодня дебютировал за главную команду. И это наша работа. Я считаю, что мы где-то вот даем свой вклад какой-то. Главный тренер Родины Мрябов Игорь Викторович. Игорь Викторович, ну, во-первых, с победой. И с победой в домашнем матче долгожданной. Ваш комментарий по игре. Спасибо большое. И поздравляю ребят, весь клуб. Мы к этому всегда идем. Хотим побеждать в каждой игре. И вот видите, как сегодня получилась самоотдача на футбольном поле. Привела к нас положительному результату. И матч можно так разделить на отрезки. Первый тайм и второй. В первом тайме больше получалось комбинации. Комбинировали ребята. Делали позиционные атаки. Но во втором тайме, можно сказать, им должно дать спасибо. Показали характер. Проявили себя. И, конечно, отметить волн Газиева, который забил, сказать так, в девятку. Спасибо ребятам за то, что показали хороший футбол. У нас появилась новая тенденция. Два матча подряд мы выигрываем, забився штрафного. Это на тренировках отрабатывали или это экспромт? Не, ну мы знаем, что... Вы знаете даже, что у нас Газиев как бы пробивает. И штрафные удары. И мы немало уделяем так же самое в тренировочном процессе. Стандартным положением. Я думаю, они приводят к результатам. Как вы помните, в начале, когда мы начинали сезон, у нас немножко не получалось. Сейчас, я думаю, это все реализуется за счет плодотворной работы. После череды ничьих в первом круге, можно ли сказать, что футбольный бог повернулся к нам все-таки лицом? Я думаю, да, мы долго... Я же говорю, что идем к этому. Мы долго ждали победы. И ребята тоже переживали ничья, проигрыш где-то. Где-то не хватало чего-то немножко, так сказать, фарта, как в футболе говорится. Ну, и сейчас, я думаю, бог на нашей стороне. Он все увидел. И благодарит нас за ту работу, которую мы делаем. Продолжение следует...